всем привет привет сегодня мы будем делать с вами вот такое украшение это лилия сделанная зефирного фоамирана у меня нет основы потому что можно как на гребешок и и посадить так можно просто в прическу в пучок вот можно на заколочку сделать в общем кому как захочется основу основу можно взять любую для того чтобы сделать лепестки нашей лилии берем зефирный фоамиран еще берем два листа а4 ложим зефирный фоамиран между ними и утюгом хорошенько с двух сторон проглаживаем с одной стороны и переворачиваем с другой стороны теперь надо чтоб немножечко остыли наши листы и аккуратненько чтобы не порвать фоамиран отделяем фоамиран от листов бумаги получается такой видите тоненький истонченный все режем его на 6 одинаковых частей вот такие прямоугольнички нам надо они длиной 8 сантиметров шириной ну четыре четыре с половиной сантиметров а я сказала 6 надо таких 12 берем проволоку у меня вот проволока для бисера 04 отрезаем праве произвольно кусочек и я взяла вот такую тейп-ленту белую тоже разрезала ее пополам вот так вот и беру просто накручиваю на проволоку тейп-ленту потому что фоамиран зефирный тонкие чтобы не просвечивалась проволока я ее немножко вот затонирую тейп-лентой теперь берем опять снова лист бумаги можно его так свернуть в два вдвое и теперь ложим один прямоугольничек выравниваем чтобы было посередине проволочка лежала и накрываем второй прямоугольничек зефирного фоамирана все выравниваем хорошенько чтобы проволочка была посередине наших прямоугольничков и теперь берем утюгом горячим хорошенько проглаживаем с одной стороны и с другой стороны опять ждем чтобы немножко остыла и отделяем фоамиран от бумаги после этого способа у нас фоамиран стал еще тоньше он склеился между собой два прямоугольничка склеились и посередине проволочка теперь мы его сгибаем вот так вот хвостик лишний обрезаем с проволочкой и вырезаем лепесток я не делаю по шаблону лепесток тут не сложно вырезать потом просто подправляем заостряем кончик если что не нравится где еще подрезаем в общем у нас получаются вот такие лепестки вот у нас получилось 6 штук лепестков они видите не одинаковые это ничего страшного это наоборот придаст больше реалистичности нашему цветочку берем молд лепестка у меня тюльпана беру такую сухую салфетку на губку ложу лепесток накрываю сухой салфеткой и разогретым утюгом хорошенько прогреваю и быстро прикладываю молд и прижимаю все и вот у меня получился вот такой отпечаток на лепестке четкий отпечаток так же поступаю с другими лепестками теперь беру масляную пастель 241 наношу на губку и начинаю тонировать лепестки лилии с двух сторон у основания вот так вот немного затонировать надо и серединку я тоже серединку лепестка беру тонирую той же масляной пастелью вот примерно что должно у вас получиться потом складываем лепесток и немножко вот так растягиваем потягиваем серединку и теперь по краям немного делаем волну мне так больше почему то нравится когда есть волна у лилии лепестков лилии теперь за счет того что у нас ставлена проволочка посередине мы можем выгнуть лепесточек вот так вот у нас получается реалистичный лепесток лилии все делаем так же и с остальными лепестками теперь я беру опять же проволочку тоненькую 7 сантиметров и нарезаю таких проволочков 6 штук таких кусочков проволоки еще я беру детский легкий пластилин такого желтого цвета и скатываю шарики небольшие тоже 6 штучек делю на одинаковые чтобы они были более менее одинаковые 6 шариков небольших небольших такие такие теперь берем отрезок проволочки и сгибаем его кончик немножко делая петельку небольшую петельку и теперь шарик легкого пластилина насаживаем на эту петельку насаживаем на эту петельку для нашей лилии петелька будет держаться за пластилин ставим просохнуть ну обычно сохнет ночь вот такие тычинки у меня получились 6 штучек ну и теперь сделаем пестик берем опять же истонченный фоамиран зефирный 6 сантиметров на 4 сантиметра прикладываем его к утюгу когда он нагрелся начинаем вот так вот губка его скручивать в трубочку когда скатали в трубочку теперь мы берем и так и растягиваем его немножко прогреваем на утюге там где держали пальчиками кусочек срезаем верхушечку и немножко прогреваем на утюге а дальше немного прокручивая в пальчиках он становится тонким верхушечка такая как бугорочек а дальше утонь истончаем немного его ну и примерно 6 сантиметров отрезаем продолжение смотрите во второй части сантиметров отрезаем